Сделаешь сметанный замер. Возьмешь голубой, возьмешь коричневый. Получается близкий к этому цвет, да? Ну, поскольку закат, то и розовый тоже. Избавишься от белого, вот этих цветов распределительно выштриховав. Все. Да, полностью помню. Вот этих цветов распределительно, штриховательно избавишься. Количество краски должно быть такое, чтобы, когда ты мастихином захочешь удавить, было бы что удавить. Чтобы даже немножечко излишек появлялся на краях. Мало вещества, не хватает. Нужно еще вещества, чтобы было что удавить. Так. Берем голубой. Берем розовый. И немного коричневый. Темной, теневую темной скалы положим первой. Теневую, темную. То есть там есть освещенные места, но мы начнем с того, что уложим теневые места сначала. То есть как бы цветом ее тени. Угу. Вот так удавливая вещество, не нашпатлёбывая, не нашпатлёбывая, а удавливая. Создашь некую теневую среду, на которую придет освещенный, освещенный мотив скалы. Вот этот. Вот этот. Еще без белого. Просто освещенный мотив. Мастихин умеет это делать рубленно, что скале очень идет. Правда? Скала по характеру своему рубленная. А уже потом на этот, с большим количеством желтого и белого, начнут приходить снега. Согласны? Угу. Итак, начинаешь ты с темной. Угу. Спасибо. Старайся минимально достаточное количество использовать для таких случаев. Несколько смутей. Есть там такая вот мощная смутлость, да? Вот такая. Рубленность. Вот такая. Некая вот такая рубленность. Ладно? Вот такая. Вот такая. Смотри. То есть такой хулиганистый подход. Заодно. Вот эту темноту тоже наберешь. Кроме дерева. Прежде чем появится дерево, здесь появится синька, которую штрихуем в кистью. Штрихуем. Итак. Рубленность. То есть такой более хулиганистый, рубленный характер. Сначала красноту не разбил, а вот такую смуглую красноту. Т.е. свет тень, да? Вот сейчас приходит свет. Часть идут по этой траектории, часть идут по этой. Т.е. базальтовые отложения и их плоскости нарубленные, наломленные. Т.е. часть из них вот так идет, часть идет оттеняя светлые полосочки. Свет любит вещество краски, теневые наоборот не любят, поэтому мы в тени побаивались, а на свет с веществом. И уже сверху на эту придет желтоватая белость снега. Т.е. Хорошо? Угу. Понял уже. Потрясающе. Снег в тени. Т.е. Синих. Угу. И ты видишь, достаточно лежит островочками. Угу. Можно преувеличить его синьку. Там он грязноватый оттенок. Можно преувеличить синечку его. Хорошо? Несимпатичные звуки. Угу. 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 Смотрите, у меня сейчас сформировалась очень внятная разница между светом и темней. Сейчас я ее еще немножко усилю, но она уже сформировалась. Очень четкая разница между светом и темней. Сначала должна быть она, эта разница. Правда появилась эта разница внятна? Ну разница да. Я просто видимо не понимаю какие дальше шаги, поэтому я что-то там начинаю делать. Красивые делаю лоскуты, не червяки, у тебя были червяки здесь. Я делаю красивые лоскуты снега в тени. У тебя они были слишком пластичные. Смотри, какая это порванная ткань. Согласна? Да, я не понимаю, как это сделать. Ты делала их полосами вот такими. Как я делала, я понимаю. Как вы делаете, я не понимаю. Рваную ткань. А как вы не сильно его прикладываете? И что вы такое делаете? У меня характер полос другой. Да они были слишком пластичные. Они не были на архитектуре рубленной скалы. Понимаешь? У меня не на рубленном этот снег. Сползающий ливник. Рубленный характер. То есть тоже все еще освещенные проявления. И тоже рубленые. И вот теперь можно подсовывать снег с его белизной и желтотой. Ладно? Соблюдать вот эту тональную разницу. Очень выразительную. Обязательно. То есть тонально свет, тонально тень. Дополнять тоже в плане рубленности. Ладно? Вот это пятно донабрать. А сюда теньку выдавишь. Ультрамарин? Да. Сюда ультрамаринчик. И этот ультрамаринчик пойдет наверх. Пойдет наверх в эти тени. То есть еще темнее пойдет туда. Растворится. То есть здесь он потемнее, здесь он посвятее. Хорошо? Нет. Есть. Какие деревья? Нет. То есть здесь ультрамаринчик. Выстраиваются такие зонтики, у которых не видно ножи. То есть они там есть, но они почти не видны. И правда прямо сформировался такой уходящий туда, вглубь, в этот туман, лесок. Хотя там этого нет, но элемент очень симпатичный. Да-да-да. Ну да, может так. Нарочи-то густая краска для... для того, чтобы очень было заметно, что это заслоняет туман. Сейчас нужно немножко зацепить. Угу. 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 Становится богаче, да? Там гнильчат, я меняю инструментик и гнильчу. Как-то легко касаетесь, потому что у меня, конечно, если бы раздал. Ну да, несколько чиркательна. Плашмя и чиркательна. Мало того, посмотри, я всюду выстраиваю ступени. Ступени, ступени, ступени. То есть вот эти движения. И вот эти. Ты видишь? Ступени выстраивают уход. Ступени, ступени. Посмотри, какой хороший хребет. Хребет. Второй хребет. Ступени. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...